Гомель готовится отметить свое 875-летие. Сейчас в областном центре ведутся активные репетиции праздника. Юбилейное шоу обещает быть по-особенному масштабным, ярким и зрелищным. Культурно-развлекательная программа развернется как в центральной части города, так и во всех его районах. Более подробно о предстоящем празднике в репортаже наших корреспондентов. Одно из первых зрелищных мероприятий, посвященных Дню города, пройдет в пятницу 15 сентября в Гомельском государственном цирке на арене развернется красочное сценическое действие, которое расскажет об истории образования города над Сожем и в вехах его развития, о великом народном подвиге его жителей в годы Великой Отечественной войны и о современных достижениях. То радует, что, и это здорово, что сам цирк, арена, она располагает так, чтобы световые эффекты, они были полностью погружены нашим взглядом и наши зрители, гости, вот это созерцали, видели вокруг, что происходит, вот это все действо. В этом вся, конечно, прелесть. Прелесть в том, что будет видео, материал показан не только на стенах, но и на потолке, и это будет как бы дополнять сюжетную линию этой программы. Официальная церемония открытия дня города предстанет в виде музыкально-театрализованного пролога «Гомель-юбилейный» в субботу 16 сентября. Основная панорама праздничных мероприятий будет сконцентрирована в центральной части города. Традиционно отрезок улицы Советской от площади Восстания до площади Ленина станет пешеходным. На Киевском спуске и по всему периметру набережной реки Сож развернутся тематические выставочные площадки, учреждения образования и средств массовой информации. Посетителей всех возрастов здесь ждет масса интересных занятий на любой вкус. Оригинальный сюрприз подготовят для гостей праздника и на площади Ленина. Здесь развернется концертно-театрализованная программа, где будут задействованы предприятия и организации, которые в этом году вместе с областным центром празднуют свои юбилеи. Музыкальное сопровождение этого грандиозного шоу обеспечит Гомельская областная филармония, которая, к слову, отметила свое 50-летие. Сейчас в учреждении культуры идут активные репетиции предстоящего творческого эксперимента. В нем прозвучат мелодии разных эпох и стилей в исполнении эстрадно-симфонического оркестра филармонии. Воплощать в жизни этот юбилейный музыкальный калейдоскоп эстрадно-симфонический оркестр областной филармонии будет совместно с талантливыми гомельскими и столичными артистами. Очень интересное театрально-зрелищное мероприятие, в котором будут принимать участие не только солисты оркестра, не только наши гомельские артисты, но и приглашенные звезды из Минска. Я в частности знаю, что приедет Анатолий Ермоненко и многие другие, с кем за свою творческую жизнь оркестр сотрудничал. Так что я думаю, что всех зрителей ждет очень увлекательное зрелище. Но всех планов я раскрывать пока не буду, чтобы у людей осталась интрига. Пускай они приходят и с удовольствием посмотрят то представление, которое мы готовим. Хореографическое полотно концертно-театрализованной программы будет состоять как из профессиональных коллективов, так и представителей предприятий и организаций юбиляров. К примеру, сотрудники областной госавтоинспекции, которая отметила 80-летие, сейчас оттачивают различные танцевальные элементы, чтобы блеснуть своим мастерством уже на празднике. ПЕСНЯ Новшеством этого года станет фестиваль винограда, который впервые пройдет в Гомеле. Инициатором проведения этого нового для региона мероприятия выступил клуб «Виноград Гомельщины», работающий при городском центре культуры. Его участники – около 30 профессиональных и начинающих виноградарей. Во время фестиваля посетители смогут узнать много интересного о выращивании винограда в условиях белорусского климата, увидеть разнообразие его сортов и гибридных форм и принятие участия в определении лучших виноградарей нашей области. Первые три номинации за лучшую грозь, за лучший вкус и за лучшее оформление победители будут наградаться кубками, которые мы приготовили. А часть номинантов, мы номинации эти пока не будем озвучивать, это будет небольшой секрет и сюрприз. Достаточно много номинаций, и я думаю, что все участники выставки каким-то образом будут отмечены организаторами выставки и клубом в целом. На День города в сквере имени Громыка будет организованный фестиваль уличного искусства «На одной волне». Почувствовать вдохновенную атмосферу здесь можно будет в мелодиях уличных музыкантов, талантливых выступлениях представителей субкультур и артистов любительских театров. Ощущения невероятные, когда идешь по улицам, где происходит фестиваль, улицы оживают, на улицы выходят талантливые люди, творческие, им есть что показать. Вот мы решили, что в Гомеле тоже много таких людей, коллективов, которые тоже готовы что-то показать. Поэтому 16 сентября в скверике Громыка можно будет увидеть музыкантов, можно увидеть театры, танцоров, которые в свободном формате будут представить свое творчество Гомелю. После обеденное время, 16 сентября, интересная культурно-развлекательная программа со своими особенностями и изюминками будет организована в каждом районе Гомеля. К слову, на один день город над Сожем превратится в настоящий мегаполис, удивляя его жителей и гостей разнообразием праздничных мероприятий. Будут тематические площадки, Гомель мастеровой, Гомель спортивный, Гомель цветочный, музыкальный, молодежный, юный, Гомель гастрономический. Мы представим в таком своеобразном формате новым фестиваль еды. Планируется большой комплекс мероприятий, в том числе на раз рассчитанных на разную публику. Это и город мастеров, это и фестиваль уличного искусства, это молодежная площадка с экстремальными видами спорта. Практически по всему центру города развернется несколько площадок для самых маленьких наших жителей. То есть сегодня мы не концентрируем детскую площадку где-то в одном месте. Сегодня есть возможность у родителей занять ребенка практически на территории всего всех праздничных мероприятий. Пока одни сюрпризы ко дню города находятся в стадии подготовки, другие уже радуют гомельчан. Так на одном из зданий по улице Советская появилась новая праздничная граффити. Автор работы – художник, архитектор-дизайнер Дмитрий Козлюк. В центре граффити – вид на дворцово-парковый ансамбль с высоты птичьего полета. Рядом символика праздника и лозунг на белорусском языке. Это мой подарок городу монументальный на день города 875, который я решил совместно с БРСМ изобразить на стене центральной улицы города Гомеля. Мы видим символику мероприятия самого и, в общем-то, слоган на белорусском языке – «Квитней, город над Сожем». Так, чтобы молодежи, возможно, появилось желание разговаривать на родном языке. На праздновании 875-летия Гомеля жителей и гостей города ждет немало удивительных тематических зон, культурно-развлекательных площадок и приятных сюрпризов. Здесь каждый найдет, чем заняться, впечатлиться и вдохновиться. Яркой финальной точкой масштабного юбилейного зрелища станет праздничный фейерверк, который пройдет во всех районах областного центра. Вероника Ворошилина, Наталья Игнатенко, Игорь Морещенко, Валерий Гопанько, Сергей Лукашук. Телерадиокомпания «Гомель» специально для новостей недели.